Эрих Мария Ремарк, великий немецкий писатель XX века, представитель потерянного поколения. Его первая книга была написана под влиянием пережитого им в годы Первой мировой войны. Роман о Западном фронте без перемен, жестокость и несправедливость войны в котором, описанном устами будет с летнего солдата, призванного уберечь во имя интересов собственной страны, возымел успех. Именно она стала сенсацией, принесла Ремарку мировую известность. Книга на Западном фронте без перемен привела к установлению антивоенных настроений по всему миру. Однако в Германии, в родине писателя, она вызвала некоторые волнения. Многие протестовали против романов Ремарка, считая, что они роняют пестиж немецкой армии. Негативный писатель также высказался Адольф Гитлер, который говорил о Ремарке как к французскому еврею. И подобное отношение к книгам писателя и к Ремарку, в частности, привело к тому, что писатель покинул Германию. Позже, в других своих работах, Ремарк часто обращался к проблемам, гонимых из немецкого рейха людей, к трудностям, которые испытывали нелегальные мигранты от того времени в других странах Европы. Его дважды выдвигали на соискание Новгородской премии. В его книге мы знали множество скромостных фильмов. Его называли трусом, антендиным писаком, коммунистом, предателем. А он, продолжая гнарировать в вечные нападки, изредка повторял, «Я не был ни коммунистом, ни левым. Я был воинствующим пацифистом». Спасибо.